Это мой куя. Это самая популярная игрушка. Вообще могу ничего не делать. Нет, нигде не работаю. Съедела в Америку, вернулась обратно. Это вовка из 39-го царя. Самые заядлые ватники. Они, получается, на клейстере делают. Все полностью сделано из ват. В интернете ищешь какие-то идеи. Она бывает с комочками, бывает с ниточками. Какая советская техника? Вот этот полностью из ваты. Как стоит, Наташа, игрушка? Рублей 200, может быть. Зайцы 3 700. Наташа, какая прелесть. Полгей от ватных игрушек. Какой красивый у тебя бурадинка. Это у меня большой заказ. Ой, здрасте. Наташа, сколько стоит такая кукла? Прям такая на мини-ути. А это вообще пенопласт. В преддверии замечательного праздника у меня есть для вас подарок. Это одна из моих ватных игрушек. А что сделать, чтобы ее получить? Смотрите дальше и обязательно узнаете. Привет, друзья. Мы сегодня в гостях у Наташи. И она у нас занимается ватными игрушками. И, Наташа, авторской куклой. Да, Наташа, спасибо тебе большое. Всем привет. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные встречи. Наташа, огромное тебе спасибо. Ну, а теперь скажи немного о себе. Меня зовут Наталья. Мне 34 года. Живу в прекрасном городе Санкт-Петербурге. У меня есть муж, трое детей, кошка и любимое творчество. Вау, Наташа. Наташа все сразу рассказала. У меня даже уже и вопросов нет. Наташа, это твое хобби, которое приносит доход? Или это твоя работа? Или где-то ты еще работаешь? Нет, нигде не работаю. С тремя детьми это крайне сложно. Ну, вообще, практически невозможно. Поэтому это и хобби, и, конечно, небольшой доход, на который жить пока что, наверное, еще пока нельзя. Но, надеюсь, все впереди. Так, Наташа, сколько лет ты уже занимаешься? Вот посчитала, я обалдела 6 лет. Да ты что? Да, ну, у меня так все очень медленно. Бывает, что вот вообще ставлю на паузу на долгое время. Вообще могу ничего не делать, потому что какие-то там наваливаются заботы, дела. Вот, а так вообще вот 6 лет полных, а... Ну, с перерывами. С перерывами, да. А Наташа кем до этого ты работала? Много кем работала. Последний это был, наверное, офис-менеджер. Вот такая вот работа. Вообще экономическое образование, специальность, но по ней никогда не работала. Наташа как к игрушкам пришла? К игрушкам? Ну, как все из декрета. Ну, может, не все, но многие из декрета. Причем уже со второго, когда со старшеньким начались всякие поделки в садик делать. И вот в интернете ищешь какие-то идеи. Потом находишь что-то интересное. Вот увидела авторскую куклу сначала. Прям загорелась. Долго-долго я не решалась попробовать. Ну, вот потихоньку-потихоньку. Сначала шила игрушки. Ну, куклы шила. Примитивные такие. И вот потихоньку. У нас сейчас очень актуальны к Новому году ватные игрушки. Так что, Наташа, давай их посмотреть сразу же. И вижу, что у тебя тут целая команда. Да, это последние. Даже не знаю. Зайцев может. Я просто от них балдею. Я видела ВКонтакте и просто вообще умирала. Такие они классные. Это по мотивам зарубинских открыток. Открыток СССР художника Зарубина. Люблю, не могу их с детства. Что-то тоже давно хотела их сделать. Но тут вот зайца, кролик. Грех не воспользоваться. Так хочется кого? Да. Любого. Наташ, все полностью сделано из ваты. Я правильно понимаю? Из зайчики, да. Ну, внутри тут бумага. Бумажная цитовка. На проволочном каркасе руки и ноги. А остальное все целиком полностью ваты. Вата и вата, и только вата. И грех. Очень здорово. А раскрашиваешь чем, Наташ? Раскрашиваю в основном акриловые краски, тонировка сухая постель и акварель. Какой классный зайчик. Я не могу до сих пор поверить, Наташ, что это из ваты сделано. Ну, это неправда, Наташа. У тебя какая-то особенная вата. Нет, вата самая обычная. А есть? Нет, есть разница, конечно, в вате. Когда покупаешь какую-то из магазина самую обычную, нестерильную, там, да, вот, она бывает с комочками, бывает с ниточками. Из нее, конечно, тоже можно сделать, но просто сложнее вот это вот будет все выравнивать, выглаживать. Но если поискать и найти какую-то свою, с которой комфортно, удобно работать, то становится все проще. Наташа, показывай, какая-то вата. Сейчас сделаем продаж этой ваты. Просто посмотрите, какие игрушки идеальные Наташа с ней делает. Вот это вот мне очень нравится для выравнивания вата. Вот уже финальным слоем, мотопат и зигзаг. То есть она вот такой вот, вот такой вот полоской идет. Как полотно, да? Да. И вот она для выравнивания. Мотопаты в рулончике, это тоже мотопат. У него уже немножко другая структура будет. Ну вот он под основу хорошо. Вот это идеально для выравнивания. Лично мне нравится. Слушай, они по цене отличаются? Немного, это чуть подороже, это подешевле. А какая цена унинтар? Ой, я уж не помню, рублей 200, может быть, за сколько тут. Намного хватает? 100 грамм. Вот у меня этот, ну этот был большой кусок, это был, наверное, грамм 400. Ну вот-вот все, что я вот в этом сезоне делала, это вот еще тут половина осталась. В общем-то это бюджетно. Главное тут умение, да? И тут главное, да, само время, само... Талант, мне кажется, это такое дело, оно наживное. Если есть желание, мне кажется, каждый человек может быть талантливый и делать то, что ему хочется, и делать хорошо. Главное, чтобы было желание делать что-то. Так, Наташа, почему решила вот советские игрушки делать? Потому что такая советская техника? Ну, изначально, да, как бы это как вот раньше, в советские времена, игрушки из ваты, изначально пошли вот у меня такие детки советские. Потом уже делала разные, есть и необязательно советские какие-то образы. Ну, все-таки, не знаю, ближе, наверное, они по духу. Ну, кстати, вот у меня тоже такое, почему-то, если варная игрушка, то что-то такое должно быть из детства. Напоминает то, что Новый год в детстве у нас в советское время, Новый год, самое яркое впечатление у ребенка. Да-да. Поэтому вот такие воспоминания. Что тебе еще нужно, чтобы сделать ватную игрушку? Для ватной игрушки, самое главное, вата, клей. А клей какой? Клей у меня, я клею ПВА. Многие, я знаю, делают, ну, я раньше тоже делала на клейстере, но что-то мне не нравится. Клей какой, какой вот в последнее время лакра, вот у меня лакра, я его чуть-чуть развожу водичкой, могу достать. Да, давай. Я его чуть-чуть развожу водичкой в бутылочке. Такой вот. Ну, это вообще вот на самом деле не принципиально. С разными, да. Если он получается такой прям крепкий есть клей, вот этот вот он хиленький, он для другого чего-то, он, ну, вряд ли подойдет. А если крепкий, то есть его надо получше водой развести, чтобы она не была прямо гладкая, скользкая. Я даже не знаю, потом просто ее не покрасить будет, если она вот прям вот такой вот клей-клей. А слабенький и вот водичкой. Этот чуть-чуть развожу совсем маленько, на треть где-то. Другие там есть и в половину, есть и наоборот. Ну, этот меня устраивает. Надо смотреть по клею, да, чтобы разводить. Да. Наташа, вот ты говоришь, клейстер не понравился. Получается, такие самые заядлые, это, ватники, они, получается, на клейстере делать, как вот прям в советские времена. Я тоже начинала с клейстера, у меня был первый Дед Мороз большой, сделанный, что я вообще давно-давно делала на клейстере. Но потом, когда вот я стала делать именно много, я поняла, что клей, во-первых, проще, быстрее, клейстер нельзя хранить. Сейчас какие-то, по-моему, даже стали делать клейстеры, что их хранить можно, но я про такого вот не знаю, не пробовала еще. Нельзя хранить. А это у меня такие, с детьми-то было урывками, тут поделал, потом не могу, выкинуть, надо заново заварить, поэтому мне это было неудобно. Я перешла на клей, и мне это нравится. Но когда нужен эффект, например, чтобы сверху была корочка, а внутри мягкая, вот этого без клейстера, ну, никак не обойтись. Это только клейстером. Клеем это не получится сделать. А когда сушь такое надо? Ну, вот, например, вот эти вот Деда Мороза, которые вот высокие у них, которые я вот делала когда-то, у них сверху вот он плотненький, а если его понажимать, он внутри мягкий. Вот для этого клейстер обязательно. И вот такие вот пузатенькие есть игрушки, вот у них, скорее всего, тоже. У них сверху корочка, как бумажная, да, вот вата получается, внутри они мягкие. Так, я уже хочу потрогать. У меня они, да, конечно, у меня они прям, я люблю такие, чтобы они были твердые-твердые, то есть она упадет, ничего ей не будет. И ее, даже если там на нее сверху что-то положишь, она не раздавится, не деформируется. Ну, прям что-то сильно тяжелое надо положить, чтобы она деформируется. Поэтому мне как-то с клеем ближе. В общем, жить долго будут, да? Да, если аккуратно ухаживать, то годами. Даже, я бы сказала, десятилетиями. Можно передавать. Да, 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 из поколения в поколение, создавать коллекции, что у меня многие, в принципе, заказчики делают. Они вот покупают по чуть-чуть, по чуть-чуть, там, да, две игрушечки там в год, например. И вот потихоньку у них коллекция, говорят, детям, внукам передам. Слушай, как ценно, вообще здорово. Сколько стоят, Наташа, игрушки? Так, ну вот в основном детки вот такие вот у меня сейчас, они 2,800, зайцы 3,700. Наташа, где продаешь игрушки? В основном ярмарка мастеров. Ну, социальные сети я там как бы есть, но я там как бы редко бываю. Оттуда, конечно, тоже что-то продается. Ну, если бы я, конечно, больше этим занималась, наверное, они бы стали основными. Но вот пока ярмарка мастеров, потому что я не социальный человек совершенно. Слушай, ну есть, да, там продажи, получается? Есть, есть. Слушай, здорово вообще, потому что кого не возьми, там просто только платишь за размещение. Нет, на ярмарке, ну вот, игрушки ватные, они прям сезонные, прям, ну, всегда есть. Конечно, в последнее время стало поменьше, потому что у них там поменялась политика, там, выдача показов тоже. Вот это вот всё, реклама стала больше. Из-за этого уползли так показы, но всё равно продажи есть, и у меня основные продажи оттуда. Ну, ещё много, конечно, это сарафанное радио, это друзья друзей. Я вот у неё купил, и приходят, а у вас вот покупали, посоветовали. Таких тоже много хватает. Наташа, давай ещё посмотрим девочек твоих, корзиночки металлические. Может, прям корзинку что-то ставить? Да. И будем смотреть. Это что за девушки-то? Вот если зайчик, это, понятно, как бы идея с открытки, да? А девочки, это твоя идея. Это просто, да, из головы, такая девочка с зайчиком. Какая прелесть. Это у меня повтор, я такой уже делала. Вот она с языком ловит снежинки. Угу, эскимо ест вообще. Эскимо не ест, снежинки вкуснее. Вот это такие, в шапочках. Ух ты, Наташа, какая прелесть. На утреннике. Угу. Это просто в костюмчиках. Зайчик. Сумки-морковка. Наташа была на утреннике в детском саду? Ты зайчиком была? Нет, я была об основном снежинкой. У нас же все, да, кто там? Зайчик, снежинка, снегурка. Кто ещё, друзья, подсказывает его обнами? Мишки, да. Мишки. А это вот с птичками. Угу. Ну, прелесть, Наташа. Какая прелесть, друзья. Я балдею от ватных игрушек. Слушай, а почему я решила Наташу прямо из ваты делать? Они из глины, например. Легче же, наверное. Лички у них из глины. А, лица из глины? Да, лица у них это ладол. Угу. Вот это да. А не знаю почему. Вот первое. Хотелось вот тогда вот я сделала одного Деда Мороза. Мне вот безумно было интересно попробовать, получится у меня лицо. Это тогда было ещё первое липное лицо на нём. Вообще, в принципе, попробовала глину. А потом, где-то спустя два года, стали более-менее, ну, набирать популярность ватные игрушки. Я такая думаю, я же делала из ваты уже что-то. Думаю, дай попробую сделать маленькое. И вот интересно и понравилось. Причём пользовались популярностью всегда в альфой. Поэтому и самой интересной популярностью пользуется, почему не делать. Угу. Вот. Получается, это же из... А, ещё зайчик. Давай девочка ещё посмотрим. Ой, его мне должно идти нет. Кролик. Такой он смешной. Лещётся с горы. Угу. Угу. И ещё девочка у тебя вот есть. Нагонечка. Это, ну, такие они, три похожие феечки. Это упала сидеть. И вот там, как бы, вот здесь. И вот крышка. Ну, там вот ещё одна. Слушай, это все так делают ватные игрушки, что лицо не опять возгибает? Нет, не все. Есть, кто делает из ваты лицо. Сложно из ваты лицо? Если прям делать лицо, я думаю, что это, да, это сложно. Это мелко, и ротик, носик. Ну, они, конечно, такие более примитивные. Вот, а ещё вот недавно увидела, что отминают в молдах прямо вату. Прямо вату намазывают, и молды отминают. Тогда, конечно, это проще, но не знаю. Не тестила ещё, да? Не тестила, но мне как-то так уже привычнее. Не знаю. Ну, так легче, наверное, просто лицо. Да мне даже больше нравится, когда вот личка всё-таки какое-то там с бугорками. Как-то оно смотрится на него очень. Всё равно бугорки будут без, ну, вот когда вату делаешь, без неё. Ну, прямо идеально гладко, это нереально сделать. Всё равно будут какие-то шероховатости, неровности. Когда именно лицо такое, как-то вот мне не очень нравится лично. Поэтому мне лицо не нравится. Наташа, ты шлифуешь потом, когда вот сделала фигурку из ваты? Вату? Как-то её, да, нет? Когда она засыхает. Буквально. Ну, вообще, вот до этого года всегда всё выравнивала только ваты. Сейчас узнала, что можно, оказывается, вату шлифовать. Попробовала. Ну, где-то получается, где-то... Ну, всё равно она до идеала не выровняешь. Но какие-то эти можно шлифовать, пробовать, по крайней мере. И можно ещё, когда вот сильный какой-то бугорок, проще срезать его ножичком, чем, например, долепить, уже долепливать ваты. И тогда может там форма потеряться, ещё что-то. Вот можно срезать и шлифовать тоже можно, оказывается, вату. А как сушишь на батарее? На батарее. И вот когда ещё не включены батареи, это, конечно, всё очень сложно. Когда уже заказы бывают, начинаются в сентябре, в октябре. Серьёзно? Уже кто-то готовится, да? Вот вообще восхищаюсь такими людьми искренне, потому что самой всегда последний момент. Вот. Тогда, конечно, сложно. Притаскиваю обогреватели, расставляю, включаю там ветерки всякие, потому что, ну, не просушить нельзя. Вот. И делаются из-за того, что вот им надо каждому слою просохнуть хорошо, а они, конечно, ну, не быстро получается всё это. А когда не включены батареи, то это ещё дольше. Слушай, а вот сколько слоёв, получается, ты накладываешь? И каждый же слой сушишь, не знаешь. Да, не знаю, там по-разному, да, бывает. А слой тоненький, он быстро сохнет или прямо, мол, сутки сохнет? Разный. Когда вот на каркас, например, наматываешься, ну, сначала просто сухую вату, потом поверху пройти, то есть внутри он может быть там немножко где-то мягким, и потом уже потихоньку начинаешь там добирать объёмы до нужного. Сохнет сейчас, батареи жарят хорошо, сохнет быстро. А так у меня бывало, вот, за сутки она не могла просохнуть. Хотя там вот толстых слоёв не делаю. Слой там, ну, максимум 5 миллиметров, это вот потолок. Слушай, ну, прям истинно наше творчество русское зимой, потому что у нас холодно, батареи есть у всех, и можно вот так себя занять, и вата тоже недорого. Слушай, а вот основы ты с чего делаешь? Саша, покажи. Туловище? Ну, вот, раньше я делала всё полностью. Вот в прошлом году, например, делала полностью проволочный каркас, и на него наматывала сначала сухую вату, и потом её уже проклеивала и набирала полностью объёмы. В последнее вот время сейчас, в этом году, я стала делать его, вот сейчас покажу, где-то была, из бумаги просто, вот, из газеты. Вот это вот будущее туловище. Его уже обматываешь ватой, сюда вставляешь ноги. А ноги из чего? Ноги на проволоке. Ага, а пока что? Нету. Пока есть? Готовых таких прям вырезанных нету. Проволока. Обычная, вот такая вот проволока. Для ног обычно. Если они вот такие вот толстенькие, плотненькие, ну, вот такого плана, то это вот такая проволока. Ого, какая толстая, вау. Ты где берёшь, Наташа? В Леруа? Прям специально покупаешь, да? Да, провод это какой-то там провод. Для кукол тоже её использую. Если нужны что-то тоненькие, например, ручки какие-то, вот как вот здесь, вот, да, вот они пусенькие. Где-то там ещё есть. То вот такая вот проволока обмоточная она называется. Тоже в Леруа, да? Тоже в Леруа. Ну, в Леруа, в Максидоме, вот в этих вот магазинах. И так же для кукол. Рок. Всё это. Это есть мастер-класс, наверное, кто-то пишет, рассказывает? Я, наверное, есть. Это я всё методом тыка, да, потому что мастер-классов по ватной игрушке у меня не было вот совсем никаких. Ничего не проходило, всё. Ну, где-то я смотрела что-то поначалу, особенно бесплатный, который вот есть в сети. Вот. А потом уже, потом уже как-то она вот сама потихоньку. Наташ, ну, откройте, аж там ещё игрушки есть. А. Ну, тут это прошлогодний. Это мой куя. Это самая популярная игрушка. Я их, сколько я их сделал, я даже сосчитать не могу. Цать штук. Много. Тоже из ваты, подожди, да? Лицо глиняное, туловка вот это всё вата, и волосы это шерсть. А как ты её приклеила, получается? Да. Слушай, как прям, как будто бы вживлённые волосы внутри получились. Ещё же вон тоже из мультика «Мальчик». Как этот мультик-то назывался? Это, я люблю делать своих любимых героев, прям не могу. Это Вовка из 39-го ЦАСа, которая и так сойдёт. Это же такой у меня любимчик. Это любимчик, этот. Это из Буратино. Это девушка. Подожди, а из Буратино где? А, давай-давай посмотрим. Буратино вообще. Наташа, какой красивый у тебя Буратино. Боже, ты мой. Ой, что она. Аликин. Угу. Да, Артемон. Артемон. Слушай, там герой вообще, что-то не знаю. Пьеро. О, Пьеро тоже классный. Наташа, какая прелесть. Ну, очень красивая, я прям балдею. И малина. Угу. Есть у тебя вон зарубежный, да, этот скручный? Скруч Макдак, да. Тоже, да. Ну, это тоже из нашего детства, да, Жанаташа? Да, да, да. Подожди, подожди. Давай вот снимем получше. Ага, у него тоже тут голова получается. Вот этот полностью, ну, из ваты. Ого. То есть, где нету личиков, да, покрашен будет. Ой, какие они лёгкие, друзья, вообще. Вот они вообще, у него туловище, сейчас скажу, из основа, из, как это, полиплекс? Нет, пеноплекс, о господи. Из пеноплекса. Поэтому он вот вообще невесомый. Там, где есть, конечно, проволока, там потяжелее будет игрушка. У него есть пеноплекса. Ну, когда как, по-разному делаю. Наташа, ну, они такие классные. Просто вообще ты вернула в детство сразу, моментально. Почему-то вот у нас не делают, да, этих игрушек. Нигде в продаже ты не найдёшь. Так, ручная работа. А это что за дедушка? А, это карабас. Что-то я не достала. Ну, я бы сейчас вытянут наружу. С полёткой, с семиплёткой. Угу. У тебя, получается, целый этот... Коллекция. Коллекция этих буротинчиков. Ты будешь себе это на ёлочку, да? Нет. Ты это всё пристраиваешь тоже. Это всё проданется. Можно купить, да? Друзья, если что, пишите Наташу. Я думаю, что вы успеете. Надеюсь. Вот. Наташа, ещё вот я видела у тебя в другом ящике, там такие тельцы, заготовочки. Давай их тоже посмотрим. Да, это большой-то у меня заказик. Там, в принципе, они почти готовые. Это вот они ещё до росписи. А ты можешь прям контейнер? Давай достанем на стол. Да, хорошо. Хорошо, мне так удобно. Какие-то там, да, недоделки. Ну, эти почти тут даже вот расписаны. Это у меня большой заказ на одинаковый зайчат. Давайте одного из них подарю. Одного из них разыграешь, зайчика? Друзья, посмотрите внимательно ролик. И где-то там Наташа вам расскажет, что нужно сделать, чтобы получить этого зайчика. А пока смотрим дальше. Вот, получается, как выглядят, да? Эти заготовки засушенные. Да, ну, тут, может быть, что-то где-то допиливать надо будет. Вот, вставлять петельку. Вот, ну, тут почти доделаны. Вот, если где-то какие-то тут неровности, подрезаю, подравниваю. Можно Наташа? Да, какие легенькие игрушечки. Просто вообще невесомо. Слушай, а где ты вот берешь эти вешалочки? А это мне муж делает. Вот из той вот проволочки, которая обмоточная. Так, покажи, покажи, и он тебе делает. У меня вот такие вот штучки. У меня почему-то у самой никак, ни в какую не получается. Он мне делает вот такие штучки. Я их подрезаю, разрезаю, вставляю и заклеиваю сверху ваткой. И мне кажется, оно надежнее, чем вот есть просто такие, как на саморезе, когда вот. На который скользуется. Ну вот, да, туда капелька клея, и мне кажется, такое понадежнее она помнит. Вот это как здорово вы придумали. А что у тебя там еще такие белые? Это у меня пальчики для куклы. Как звучит. Слушай. Наташа, слушай, у меня вопрос по твоему рабочему месту. Это очень красивый стол, безумно красивый. У тебя вот тут шкаф сейчас, мы обязательно комодик в него залезем, ты про него расскажешь. Но у меня вопрос сразу, вот что ты на входе-то села, бедная женщина. Почему ты вот к окошку не просила? Ну, первое, когда вот мы переехали в эту квартиру, конечно же, я поставила стол вот туда, вот он стоял вот там вот. Но как-то вот я обратила внимание, что даже когда свет горит, ну, точнее, свет дневной, я все равно работаю со светом. В любом случае у меня включен свет. А как-то вот расставить все остальное, когда там стол, у нас не получалось. Потому что два окна, диван, кровать, что-то вместить сюда никак было. Слушай, ну, у тебя комфортно все же ходят тут у тебя, а ты, получается, прямо на проходе сидишь. И когда я что-то вот делаю, расписываю что-то мелкое, там, личико, например. Слышу, кто-то идет, не толкать! Потому что понимаю, что сейчас дети у меня такие пройдут, в спину пихнут, и у меня что-нибудь там занется. То есть я слышу, кто-то идет, я не толкать, меня не трогать. Или там подойти обнять, кто-то там любит. Кричу, не трогать меня! Неудобство есть, да? Мелкая работа. Это самый такой оптимальный вариант, чтобы тут сидеть. Наверное, просто ты больше всего по ночам, Наташа, работаешь? Ну, раньше, да. Сейчас нет. Сейчас, когда дети стали в садик, в школу ходить, то есть с утра до вечера, особенно, когда вот сезон, перед Новым годом, когда сезон, там работаешь, конечно, с утра до вечера. Прям вот вообще утром просыпаешься, садишься, и вечером потом только спать. Детей покормить, и все. Как работа, да, Наташа, уже получается? Перед Новым годом, да. Вот прям совсем-совсем. Работы на дом, даже времени нету, не хватает. Семья понимает, поддерживает. Да, помогает. Наташа, про стол у меня вопрос. Очень классный стол. Я так понимаю, что он какой-то с историей, магазин такой не купил. Нет, я хотела большой стол, наглядела даже себе в Икеи, такой большой, массивный, но возможности купить его не было. А это стол с авито. Думаю, ну, в принципе-то не хуже. Наташа, да лучше, да. С историей, с историей, он покрашен, это все, ну, перекрасила, вот это вот родное. Вот эта сердцевинка у него была, знаете, наверное, вспомните, сукном зеленым. Сукном зеленым. Ты убрала ее? Я ее убрала, но фанеринку выпилила, и вот и все. Слушай, очень здорово, я даже не думала, что можно убирать вот эту вот тканюху. Какой-то наш питерский академик за ним работал, чье где-то фото где-то висит, мне рассказали все, так что, ну, вот. Сколько Наташа взяла? Вообще, по-моему, то ли бесплатно, то ли, ну, прям вот что-то. Здорово, Наташа. А как ты сама шкурила и красиво, получается? Да. Ну, я, да, я много чего переделывала из мебели. Вот это тоже совет, это вообще бесплатно, точно могу сказать, это точно помню. Так, а он прям такой был? Он нет, он был, ну, просто фанерный, вот фанерка. Мы поставили на ножки, положили сверху дощечку, и вот ящики тут у меня, ну, там какие-то тканюшки. Здорово, Наташа, я прям балдею от этого помода. Ручки из Алиэкспресса. Это ручки-то уже сама, да? Да, 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 ручки это еще, да. Ой, здрасте, друзья, у нас тут есть кошечка, гости к нам пришла. Здесь ты хранишь материал. Ну, давай, Наташа, еще пооткрывай. Какой мне нравится. Тут все тряпочки-тряпочки, всякие разные тряпочки. Для кукол, для моих, для дочкиных бывают. Здесь кукурузавчики. Наташа, такой порядок. Нет, нет, Наташа. Синтепон, синтепуха, синтепон это синтепуха для набивки. Сейчас, правда, я ему уже мало пользуюсь, сейчас в основном на подставки, вискоза, там где-то махер, кусочки подошвы, там кусочки кожи, кожзамы. Слушай, какой он другой, вот и ящик. Он прям большой. Наташа, я тебе прям завидую, там, к шкафу. Я искала, не знаю, я искала, хотела очень сильно картотеку, вот искала, искала на Авито, чтобы именно прям купить картотеку. Но картотека не попадалась никак, а вот попался вот такой штукой, вообще бесплатный. Нет, конечно, тем более картотеки, они так дорого стоят, если вот на Авито вдруг кто-то продает, а это просто, ну и тем более ящики, слушай, шире, и можно же больше в них сложить, а вид такой же классный. Как ты классно придумала, ручки, я продаю. Тут у меня всякие природные материалы на поделки детям, сама тоже иногда что-то делаю, там какие-то домики стоят на кухне, ну, в общем, много всего. Ну, тут в основном для таких, для краски, масла, растворителей, ну, для больших работ уже. Ого, какие краски, да, 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 это уже для строительных, домашних работ, нет, там, правда, да, то есть моих тут вот, кукольных в основном. Слушай, а кисти у тебя какие, Наташа? Обычные? Да, обычные, синтетика в основном, уже все лохматые, перелохматые кисточки, и ватой, они очень быстро портятся, на самом деле, от ваты, когда и от, когда красить вату, и когда тонировка, постоянно лохматые, вот. Ну, тут стеки, ножик, этот, скальпель, вот, ну, и для лепки в основном, ну, для ваты тоже кое-что там бывает. Наташа, как ты красиво написала, что мне палочек. Я думаю, ну, как это еще назвать? Слушай, это ты сама корзинка сделала? Да, просто коробочка джутом обмотанная. Я тут, друзья, в компании с кошечкой. Одной рукой с кошкой, другой рукой с Наташей. Ну, давай, Наташа, дальше смотреть. Ну, что, здесь у меня в основном все вот для... Подожди, да, я посмотрю, как там интересно тоже ящики получаются. Да, то они у меня, видите, покрашены не полностью, не было времени полностью все это делать. Подожди, так наоборот не надо внутри красить, хорошо, что дерево. Вот, заготовки, тут вата, там глина для лепки, иголочка, да, вот иголочка для ваты, хорошо очень. Иголка для ваты? Помогать, подровнять, нет, она обычная, иголка толстая, ну, вот... Ну, что, вся пустяка такую взяла? Не знаю, она уже вся в клею. Очень много. То есть как с помогателями материалами, этот инструмент, да? И там для... с куклами всякие недоделки. А вот личики ты, да, лепишь? Это прям вот куколки у тебя еще будут. А пока же личико тоже интересно. Ну, они недоделаны. А почему внутри пустой, Наташа? Там будет этот... крепление, чтобы она шарнирная была на шее. Ну, вот там тоже головки стоят. А пока же... Очень интересно. Вот эти. Вот они... ну, эти почти готовые. Угу. Чтобы вот она... Ух ты! Почти, но не совсем недоделанная. А ты там пока же по шаркам там увидим, как она... Нет, просто. А, там уже закрыто у тебя все. Вот тут вот она, потом вот так вот. Угу. И вон еще куколку тоже. Да, там... Маленькая. Ну, она вот совсем не эта. Тоже вот такая. Успела сделать. Тут я делаю новую туловку. И там все запчасти, руки, ноги. Очень красивая кукла, Наташа. Это вылепливаешь? Да, это... Нет, это я с нулями. Плюсом. Ты прям личико вот это все слепила. Да, да. Ого. Наташ, какая ты талантливая. А какое ухо? Подожди, это прям как самое настоящее ухо. Вау. Очень здорово. Готовых там... Вот одна у меня осталась. А давай, покажешь готовую. Давай я тоже посмотрю. Эти куклы ты тоже, получается, продаешь на ярмарке мастеров, да? Да. Ну, тут уже давнишняя что-то она у меня засиделась. Надо, наверное, себе оставлять. Остальные все разбежались. У нее, ну, вот голова на шарнире. Ну, такая поворачивается, наклоняется. Ручки у этой болтушки просто болтаются. Ручки тоже болтушки. То есть, может, сама сидеть. Сама может... Стоит на подставочке, сидит сама. Наташ, как сила. Какая красивая подставочка. Последних уже делаю на паровочном каркасе ручки. То есть, они фиксируются как-то. Наташ, сколько стоит такой ухо? Пятнадцать. Я говорю, она уже давно у меня сидит. Я уже даже забыла. Ну, так, средняя цена вот сколько? Пятнадцать. У тебя кто покупает? Коллекционеры? Или детям покупают? Я всегда это спрашиваю. Детям не покупают. У меня даже написано везде, что не является детской игрушкой. Потому что и на ватных игрушках написано не является детской игрушкой. Потому что все-таки это... Ну, либо интерьерное поставить, и пускай она стоит там красиво. Украшает. Ну, потому что она как бы непригодна будет? Или потому что цена такая? Нет, потому что она... Ну, дети же как играют? Они обслюняют, уронят, не берегут, да? А она, если упадет, у нее разобьется личико, у нее поломаются пальчики. Ну, то есть, с ней надо аккуратно, осторожно. И однажды у меня взяли Кузю в подарок ребенку. А я не знала. На ярмарке у меня везде всегда написано, что не является детской игрушкой. А тут купили через контакт. Ну, я думала, люди знают, что покупают. А они, оказывается, не совсем знали. И потом мне пишут такой комментарий. Вот я купил там дочке-внучке, я не помню. А она его там на горке покатала, там, что только с ним не сделала. У него, короче, говорит, все точечки, говорит, стерлись. Что-то там еще случилось? Я говорю, ну, блин, ну, я ж не знала, что вот для ребенка. И когда вот покупают, а, помню, пишет женщина. Мне, говорит, внучка попросила еще вот этих вот купить. Я говорю, не, если это для внучки, то нельзя. То есть, я всегда говорю, предупреждаю, что это не детские игрушки. Ну, их можно. У меня дочка тоже там может постоять, подержать там в руках, ну, аккуратно. Под присмотром. Под присмотром, да. А не так, что вот отдать детям, и они пускай играют. Они для этого не пригодны. Понятно. Наташа, что это у тебя вот здесь? Полотенечко, оно тоже как-то тебе пригождается? Да. Это обычное полотенечко. Тканное, не тканное, да, оно называется. Им я вытираю стол, потому что клеить надо. Вот у меня подстилочка специально очень скользкая. Прямо вот на столе мажешь, промазываешь клеем. Это, соответственно, все клеи, полотенчиками берешь, потом все это вытираешь. И руки должны быть постоянно сухие, потому что ты руками берешь, ну, влажными руками, да, там вот клею вату, то она, все она прилипает, и получится хорошо. Все, я поняла. Я просто поможу, что как-то ты в игрушечках еще. А в игрушечках я применяю иногда, когда нужно идеально гладкая поверхность и какой-то, вот, например, сейчас покажу, вот, например, корона, да, вот это вот у этой. То есть тут кусочек ваты, ну, вот раскатанный, а сверху полотенчика. Его вот выглаживаешь, сушишь, а потом уже вырезаешь. И вот она получается крепенькая и гладенькая. Здорово. А что же сама придумала? С полотенчиком, по-моему, вот что вот сюда можно, по-моему, где-то подсмотрела. Угу. Вот. И кисточки, когда красишь, то есть все постоянно, их надо тоже вытирать. Полотенчик и кладу. Слушай, а получается кисти же тоже в клею, да, у тебя? Как ты их потом отклеил? Для клея вот две кисточки. Одна тонкая, одна тонкая. Да, у меня отдельно они лежат. Одна толстая, ну, это такая основная ходовая. И одна тоненькая, когда куда-то подлезть. Отклей отмывается, на самом деле, очень легко. Даже если забудешь с вечера помыть, на следующий день в тёпленькой водичке клей вообще замечательно. Это чудесно. Вот краска, если забыл помыть кисточку с вечера, то это всё, кисточку надо в помойку. А с клеем, нет, нормально. Хорошо. Наташа, у тебя машинка швейная? Да, машинка швейная. Так, а посмотрим. Ты шьёшь... О, вон ещё, кстати, заяц летает на морковке. Кстати, да. Слушай, классно. Твоя идея была. Очень здорово. Ну, где-то что-то я похожее увидела. Картинку какую-то. И уже... И другой типо. Ну, он там другой был. Угу. Вот сейчас ты шьёшь для своих кукол одежду, да? И вот здесь ты связала свитер сама? Нет, это тканюшка такая была. Ну, то есть, ну, машинная вязка, и он сшитый. Целиком всё сама делаю. Вот и до. На машинке, на самом деле, мало чего шью. Потому что, наверное, не такой я большой мастер, чтобы шить какие-то мелкие детали на машинке. У меня лично не получается. Например, самая обычная какая-то вот ягуар мне подарили. Прям такая она мини у тебя. Да. Какие-то вот, например, юбку, да, сделать сборку. Ой, всё, полетела у меня. Сборку на юбке там, да, чтобы на скалочку была. Ну, вот когда вот он вот такой вот. Конечно, я прострочу на машинке, оно быстрее и проще. А когда что-то мелкое-маленькое, проще руками. Наташа, вот это да, у тебя прям полностью ручная работа, самого нуля. Вот как ты игрушки делаешь, даже вот вы делаете эти весюлечки с мужем, сами крепите. Равно мы как-то, знаешь, пытаемся облегчить ручную работу сейчас, потому что больше же возможностей. Мы покупаем инструменты, какие-то уже готовые заготовочки. А мне интереснее сделать всё самой, вот не знаю почему, вот мне вот прямо интересно сделать. То есть сегодня, например, ты немножко швея, потом ты обувь делаешь, потом ты там, я не знаю, волосы там клеишь, приклеиваешь, там делаешь прическу какую-то. Хотя с прическами не очень получается пока ещё. Вот. Ну, то есть мне интересно сделать именно вот самой, именно вот разное что-то. Вот сегодня одно, завтра другое. Слушай, а вот у тебя в рамочке кукла стоит. Классная рамка стоит. Рамку ты же сама делала. Из чего? Да, это на самом деле... Это рама была? Просто, да? Это нет, это самое... Вот это просто 4D-сечки сколоченные, а это вообще пенопласт. Ну, вот этот плинтус потолочный который, да. Ты его приклеила? Да, я его приклеила, покрасила. Спасибо, да. И пока не потрогаю, ни за что не догадаетесь, что это. Я даже потрогав, как бы, ну, просто лёгенькая, то, что как красиво. Да, Наташа, ты можешь найти раму, продавать такие. Вау, очень здорово, Наташа, как ты сделала. Это прям витринка для твоей куклы. А ты не продаёшь такую витрину с куклой? У меня была идея, почему я их стала делать такого плана, у меня была идея сделать куколку, ну, небольшую тоже, небольшую, и с маленькой рамочкой, чтобы она там сидела внутри. Потому что был момент, когда самой нельзя было оставить, например, на столе куклу, она обязательно будет стащена, уронена, а так, думаю, повесить, и кому-нибудь очень здорово пригодится. Но что-то вот до воплощения так и не дошло, вот именно до куклы в рамочке. Вот тут у тебя кукла, это твоя, получается, да? Ты её себе прям оставила. У этой куклы такая история, она съездила в Америку, вернулась обратно. Ну, она не стоит, конечно, на ярмарке мастеров, но тоже, наверное, пора уже себе оставить. А что, почему вернусь? Понятия не имею, не знаю. Не получил её заказчик? Я не знаю, там такая история прям была. Ну, поехала, всё, отправила. Отслеживаю уже по трек-номеру, смотрю, она едет обратно. Я пишу покупателю, говорю, едет обратно, ничего не так-то, может, адрес неправильный, мне не отвечают. Много-много-много сообщений отправила, и на Сетси это было, знаете. И потом нашла её мейл, и на мейл ей писала. Она ничего, вот вообще ничего не отвечает, и всё. И потом приходит с Пайпала, Сетси, типа, вернитесь деньги. Там были разбирательства, нервотрёпки целых два месяца, наверное, но в итоге всё вернули. Вот. И доставку возвратили, как бы всё, всё хорошо, но вот нервы помотало два месяца целых. Бывает, да. И такое было. Вот ты, Наташа, продавала на ЕЦ. Да, на ЕЦ продавала, пока лавочку не прикрыли. До 24 февраля, да, ты там была, и были продажи. Ну, там только куклы были, ватных игрушек у меня там не было, потому что как-то не успевалось всё равно, даже если... Ну, у меня редко такое бывало, что у меня там много игрушек в наличии, вот, поэтому... Слушай, на ЕЦ был как доход для тебя? Или вот тоже какой-то кукол? Всё, да, 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 там же тоже надо что-то делать, что-то как-то поддерживать в магазине. Не моя история вот именно развивать магазины, социальные сети, это вот прямо для меня очень тяжело. Да, вот мне сидеть творить, а это кто-нибудь другой бы занимался, было бы здорово. Да, да, на самом деле очень много таких людей, продавать реально очень сложно, но, Наташа, я тебе скажу, и делать тоже очень сложно. Тут ниточки, да, такое швейное, это нитки даже советских времён, это моя дорожная косметичка, сюда складываю, когда куда-нибудь еду, надо в дороге пошить, вот сюда кладу. Ты шьёшь дороги, Наташа? Бывает очень часто, там пуговки, всякие бисеринки. И не расставки, не так мулины. И тут краски короткие, такая, ой, старенькая коробочка с красками. Палитра волшебная, кстати. Это чём не волшебная? Она с крышечкой развёл, красочку закрыла, она какое-то время не засохнет. Обычные, конечно, тоже есть, но вот это, конечно, от старых красок детские используются. И вот потом палитра. В общем, самые обычные акриловые краски, постель сухая, акварельные карандаши иногда бывают, масляные краски тоже есть, но ими не пользуюсь. И акварельные краски тоже самые обычные. Наташа, у меня, кстати, вопрос по поводу ковра. Я же только зашла, сразу восхитилась, но ничего не сказала. Думаю, оставлю на видео. Рассказывай, Наташа. Ну, ковёр тоже, да, вязала сама. Что, правда? Наташа! Крючочком из трикотажной пряжи. Рукодельница-то какая! Ух ты! Сколько у тебя ушло пряжа-то? Она вообще много, да? Программа на 4, 5. Да мне интересно всё самое. Вот я где-то что-то увидела, где-то что-то красивое. Думаю, интересно, у меня получится или нет. Берёшь и делаешь. Слушай, это твой первый коврик? Да. Здорово. И вообще, как бы, я, в принципе, с крючком не очень дружу. Вот первый коврик, там ещё корзиночка. Из остатка. Слушай, и полочка-то такая красивая. Полочку-то мы делали сами с мужем. Ого! Так у тебя муж тоже рукодельник. Шансы делать. Ну да, как это? Приходится, да? Приходится. Куда деваться с такой женой? Наташ, у меня вопросов нет. Давай розыгрыш? Да, давайте. Нет, друзья. Наташа, ну прекрасный подарок. Просто ватная игрушечка, друзья. Как раз. Скоро мы с вами. Новый год. Да, в преддверии самого волшебного, сказочного и главного праздника. Вот, хочу подарить вам вот такого вот зайчика. Наташа даже как упаковала. Да, это у меня все игрушечки едут в таких коробочках. Вот такого вот зайчика. за то, чтобы его получить точнее, вот, я бы хотела, чтобы вы написали о своем самом необычном или запоминающемся новогоднем подарке. Может быть, какой-то трогательный, может быть, какой-то веселый и самый комментарий, который западет мне в душу больше всего, вот этот комментарий поедет к вам этот зайчик. Отлично, Наташа, огромное тебе спасибо. Друзья, оставляйте свои комментарии, и через неделю Наташа выберет одного счастливчика и отправит ему ватную игрушечку прекрасного зайчика. Символ наступающего года. Точно, кстати, да. Слушай, я все и забыла. Мне все кажется, что Новый год у нас не наступит. Ну, вроде бы, друзья, еще осталось чуть-чуть, и точно мы с вами шагнем в 23-й год. Так что оставляйте свои комментарии. По России доставка бесплатная. Если живете за пределами нашей большой необъятной страны, то вам просто нужно будет оплатить доставку. Ну, я думаю, что это того стоит. Наташа, большое тебе спасибо. Вот, может быть, есть еще что-то, что ты мне хотела рассказать, а я не спросила. Нет, наверное. Все. Мы обо всем с Наташей поболтали. Большое тебе спасибо, Наташа, что приняла меня себе в гости. Мне очень нравится твои игрушечки из ваты. Это прям такое... Я не знаю, почему, но я тоже от них, ну, прям умиление и восторг испытываю. Это воспоминания из детства. Мне очень нравится, Наташа, твой стол. Хорошо, что ты не купила Икея. Как ты, большая, молодец. Вот. А есть ли у тебя пожелания нашим зрителям? Ну, поскольку зрители-то в основном творческие люди, а что же творческим людям надо? Это побольше идей, вдохновения неиссякаемого. И, конечно же, время. На эти, воплощение этих самых идей. Побольше часов в сутках, да. Да, точно. Какие у тебя творческие планы? Ой, у меня, наверное, сейчас в планах только вот вообще не выпадать хотя бы из работы. Потому что как настроишь планов, потом что-то случается и вообще ничего не делаешь. Ну, поэтому у меня сейчас главное вот хотя бы не выпадать, хотя бы вот делать, как делаю, работать, как работаю. И тогда, я думаю, всё само сложится. Что ждёшь от этого видео? Ну, чтобы ждать-то там прям ничего, наверное, не жду. Ну, конечно, было бы приятно, если окажется кому-то полезным. Кто-то, может быть, что-то новое увидит, узнает. Кого-то, может быть, отзовётся то, чем я занимаюсь. Конечно, это будет очень приятно. Давай передадим привет одному или нескольким героям, кто тебе больше всего запомнился или понравится на канале. Так, мне очень запомнилось героиня с домиками. То, что, конечно, отзывается, да, у самой больше всего. Волшебные, замечательные домики. И женщина, которая вяжет куколкам. У неё такая большая коллекция маленьких пупсёнышей всяких. Потрясающе красивое рабочее место. Вот им привет. Отлично. Друзья, вам всем привет. А вам, зрители, огромное спасибо, что провели с нами этот выпуск. С наступающим вас Новым годом. Не забывайте про прекрасный конкурс от Наташи. И бегом все делать ватные игрушки. Всё, Наташа, давай, пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok